Москва это рынок предложения. Все адаптируются, все меняют формат использования площадей так или иначе. Гибридность в приоритете. Офис это место для коллективной работы. Кто все-таки проиграл от этого? Посмотрите, как быстро меняется Сбер, Альфа, ВТБ, другие крупные наши банковские институты, и они задают тон. Вы говорите с людьми из сектора недвижимости, а мы профессиональные оптимисты. Всем привет! Сегодня поговорим про рынок коммерческой недвижимости, который разделился на до и после. До пандемийный рынок и после пандемии. Что же случилось? Упали ли ставки на офисы? Может быть они опустили? Или опустили торговые центры? А стрит-ретели исчезли? Кафе? Что же произошло? Нам расскажет сегодня Сергей Рябокобылко, управляющий партнер Pushman & Wife. В начале пандемии были очень пессимистические ожидания, настроения, вообще именно ощущение какой-то грусти и тоски в обществе было. В офисном рынке, торговом, может быть, мы сразу про несколько можем поговорить. Оправдались они или не оправдались? Какие были ожидания? Что ставки рухнут, что офисы пустые, все начнут от них отказываться, сотрудники будут работать удаленно и все, и прям вот бешеная вакансия, падение ставок и все, и рынок замрет. Что случилось на самом деле? Замечательный вопрос, потому что действительно у нас в натуре, наверное, нашей, российской, быть такими безудержными пессимистами. Хотя вы говорите с людьми из сектора недвижимости, а мы профессиональные оптимисты, все-таки больше, да, поэтому мы здесь идем немножко вразрез с контекстом, поэтому мы не переставали объяснять нашим клиентам, друзьям, что никакой катастрофы не будет. Мы показывали на рынке Азии, показывали на рынке Штатов, которые чуть раньше вошли в пандемию, чуть раньше стали из нее выходить, и говорили о том, что на самом деле мы не видим никаких индикаций того, что наступит катастрофа, офисы не станут нужны, будут, скажем, все счастливы работать из своих кухонь или гостиных, у тех, у кого они есть. Мы не видели совершенно вот этого движения, потому что мы видели и мы считали всегда, я, как уже говорил, задолго до пандемии мы были готовы к такой работе и, собственно, помогали нашим клиентам организовываться так, чтобы их офисы были похожи на коворкинги WeWork, еще задолго до партнерства Кушмана с WeWork, потому что мы считали, что наша миссия как раз помогать собственникам зданий создавать управляемые пространства, похожие на WeWork, с такой же культурой, с таким же отношением к деталям, к атмосфере, но не обязательно под этим брендом и не обязательно с потерей данных о твоих клиентах, которые обеспечивают внедрение оператора такого, как WeWork. Соответственно, мы давно уже жили в парадигме, что офисы будут меняться, но мы совершенно не предполагали, что офисы перестанут быть нужны. И, собственно, этого и не произошло, потому что Москва очень богатый рынок на выбор для арендаторов. Конечно, были сегменты, которые потеряли и которым было тяжело. Были целые индустрии, которым, скажем так, оказалось очень сложно с уходом на, скажем так, изоляцию. Например? Но, скажем, традиционные офисные компании, которые, скажем так, не были совершенно подготовлены к автономной работе. Сейчас мы видим, что рынок относительно сбалансирован. Мы не видим большого количества нового продукта, который спекулятивно строится. Это, собственно, не картина 2014 года, когда подходил целый пласт новых проектов, которые начались пять лет назад, после завершения большого кризиса 2008-2009 года. В России ситуация последние пять лет как раз не способствовала созданию спекулятивного продукта. Деньги были слишком дорогие, да и до сих пор остаются дорогими для коммерческих проектов. Вместе с этим у нас большой и достаточно разносторонний рынок. И мы видим, что тот новый продукт, который создается, он очень быстро уходит. Качественный продукт очень быстро уходит. Назовите какие-нибудь офисные здания, которые, вы считаете, что они отвечают новым реалиям, новым вызовам и способны быть традиционными, гибридными, любыми. Ну, посмотрите Москва-Сити, да. Москва-Сити очень хороший пример того, как кластер очень высокой плотности, гипервысокой плотности размещения сотрудников оказался в тренде, давал решения, которые компаниям были нужны в этот момент. Он достаточно обезличный, ты не можешь там создать какую-то аутентичность, но ты можешь очень быстро решить свою задачу с сегодняшнего дня. Вместе с этим новые здания, самые первые новые здания, которые выходили после 2014 года, это проекты Афи на Брестской, на Грузинке, будущая штаб-квартира Тинькова, здание на Брестской, Афи-2B, которое сейчас строится, которому очень высокий интерес. Сделка с Яндексом, которая произошла в Сити, если бы она не произошла в Сити, она произошла бы именно там. Вот эти объекты, которые проектировались уже исходя из новых реалий, закладывая новые требования к офисным пространствам, они сегодня в первую очередь на слуху, в тренде, их хотят посмотреть, те арендаторы, которые смотрят на переезд. Как вы считаете, вот эти гибридные гибкие офисы, они все-таки захватят офисный рынок, победят, или же просто подвинут традиционные офисы? Я думаю, что это зависит от того, для кого, о ком мы сейчас говорим, какие компании будут определять, собственно, тренды на рынке офисной недвижимости. Сегодня гибкие офисы – это незначительная доля от всего офисного рынка Москвы. Там 1-2%. И, в принципе, глобально гибкие офисы, каворкинги, вряд ли вы найдете города, где их доля приближается к двузначным величинам. Но это не значит, что они не имеют значения. Наоборот, сегодня мы видим, что преимущественно значительная доля спроса в новых сделках – это сделки именно в гибких пространствах. 16% за первое полугодие в Москве от всего спроса в офисных площадях как раз пришлось на гибкие офисные пространства. Это, в принципе, существенный очень компонент. И, знаете, те компании, которые быстрее всего меняются, те компании, которые по степенному закону забирают большую долю рынка, большую долю внимания, большую долю голоса определяют в своих индустриях, именно они сегодня являются теми, кто в первую очередь смотрит на гибкие офисные пространства, потому что они позволяют экспериментировать, они позволяют меняться, они позволяют быстро решать какие-то задачи. И это как раз то, что, может быть, наш рынок не мог предложить всего лишь 2-3-4 года назад. Такой, может быть, казалось бы, неповоротливый банковский сектор. Посмотрите, как быстро меняется Сбер, Альфа, ВТБ, другие крупные наши банковские институты, и они задают тон. Крупнейшая сделка прошлого года, 78 тысяч метров, на которой мы работали, как раз в формате трансформации помещения одного из крупнейших игроков финансового сектора. Это сделка с Тиньковым, штаб-квартира, которая сейчас строится в Москве для банковской группы Тиньков. Хороший пример тому. И это определяет контекст, в котором другие игроки этого сектора и смежных секторов видят необходимость изменения своих пространств. Конечно, это сектор и коммерции, это крупнейшие наши игроки. Это консультанты. Посмотрите на нас, посмотрите на большую четверку. Все адаптируются, все меняют формат использования площадей так или иначе. Достаточно большое количество сделок на офисном рынке Билтос Ют. Что не хватает компаниям на существующем офисном рынке? Почему они заказывают все-таки строительство? Этот тренд, он растущий, угасающий, как вы это видите, новый может быть. То есть тот же Билтос Ют, но совершенно упакованный. Что происходит в этой части? Москва – это рынок предложения. И в принципе спрос здесь как-то себя встраивает в то предложение, которое на рынке существует. Билтос Ют – это именно ответ рынка на невозможность быстро реализовать какие-то задачи, спросы, если бы компании могли найти подходящее для них решение. На офисном рынке они вряд ли бы уходили бы в долгосрочное планирование и подготовку, которое неизбежно при проекте Билтос Ют. Но в принципе, может быть, Билтос Ют помогает создать сегодня такую уникальную атмосферу, которая наилучшим образом передает в культуру компании, позволяет компании создать такое полностью аутентичное пространство, которое сложно получить, если ты просто арендуешь какой-то готовый офис, подготовленный для других целей, возможно, совершенно другого сектора. Вот интересно, раньше Билтос Ют, насколько я помню, все-таки был основной, что нужно большое количество метров в одном месте под одну компанию, это было сложно. А сейчас вы говорите про атмосферу и про дух, про гибкость. Что не так тогда с традиционными офисами, что тот же Тинькофф и другие предпочитают Билтос Ют, а не просто арендовать? Это гораздо проще, меньше рисков, не надо анимать деньги с бюджета, с будущего и так далее. Ну, Билтос Ют – это тоже аренда, да, то есть все эти сделки, о которых мы говорим, это не приобретение в собственности, это аренды, это более гибкая форма взаимодействия компании с теми площадями, которые она использует. Здесь как раз вопрос был, наверное, больше про дополнительную гибкость, которую компании сегодня ожидают. И это как раз появление формата офис как услуги, еще большая возможность для компании подобрать недостающие метры, столы, какие-то зоны в том здании, которое они выбрали. Это, наверное, является основным критерием для определения, в какой локации компания будет развиваться. Ну и, наверное, немаловажным имеет все-таки в Билтос Ют, в проектах, кстати, Тинькофф собирался с большого количества других локаций в Москве. И вот этот общий съезд, объединение, размещение всех на одной площадке, посмотрите, проект Ростех Сити в Туршино, это тоже про большую эффективность, про достижение большего эффекта на результат финансового действия корпорации через совместные контакты, обогащения и большую эффективность в достижении совместных целей, нежели чем то, что ты можешь достичь, когда ты географически распределен. Хотя сегодня наша такая цифровая реальность позволяет компаниям с такой же легкостью работать между, скажем так, Томском, Сочи и Москвой, как раньше это можно было представить, может быть, в формате двух-трех корпусов Москва-Сити. А что не так с традиционными офисами? Они не могут так адаптироваться или что? Почему нельзя вот в традиционном офисе, деньги в центре, не буду говорить каком, взять и сделать гибкий офис? Он подойдет для этого или нет? Конечно, большинство гибких офисов появляется в традиционных офисных пространствах. Не нужно менять колонны, не нужно менять освещение, там, входные группы для того, чтобы у тебя появился гибкий офис. То, что необходимо сделать, необходимо переосмыслить организацию пространства внутри офиса для того, чтобы позволить сотрудникам иметь выбор. Сегодня наши сотрудники моложе, у них есть запрос на свободу выбора во всем, включая то, как они работают, где они работают, с кем они общаются, насколько быстро и эффективны они в реализации своих амбиций, в том числе и карьерных, потому что если тебя не видит твой руководитель, твой партнер, скорее всего, у тебя будет беспокойство, насколько ты заметен как важный член коллектива. Так вот, традиционные офисы не предполагали возможности гибридной работы с полным погружением в нее. То есть те, кто работали не физически в офисе, имели очень слабый контакт с происходящим внутри. Мы, наоборот, построили наш новый офис, исходя из того, что гибридный в приоритете, гибридность в приоритете. Все экраны позволяют тебе подключать внешних участников встреч с такой же легкостью, с которой ты открываешь дверь и заходишь в конференц-комнату. Вот в чем, наверное, ключевое отличие. Это не какая-то, знаете, там совершенно новая математика по организации пространств, но есть своя специфика. Офис становится центром, креативным центром встречи, команды для брейншторга. Ну, я так условно говорю. Для роста этой эффективности, для поиска идей перестает быть местом прихода на работу в 9 утра. Этот тренд, он будет усиливаться? Или он локальный и связан чисто с пандемией, локдаунами, карантинами и так далее? Или же все, он обосновался и обратного пути нет, мы прошли точку невозврата? Знаете, это замечательный вопрос. Я думаю, что на него точно совершенно сегодня еще нет ответа. Каждый из индустрий, игроки в каждой из индустрий по-своему находят, нащупывают правильный баланс между гибридной работой, работой из офиса, работой из дома, реакцией на новые волны пандемии, то есть кого можно отправить, кого нельзя отправить, где, из каких географий нужно позволить сотрудникам возможность работать в полном масштабе, то есть подключение ко всем корпоративным сервисам, облака и так далее. И я думаю, что те, кто им экспериментирует больше, имеют шанс прийти к решению, которое работает оптимально для них, быстрее. У нас есть примеры, когда компания FMCG-сектора отказываются вообще от всех столов в офисе, оставляют только переговорные комнаты, какие-то пространства для коллаборации, потому что они считают, что офис должен быть эксклюзивно тем местом, куда приходят, чтобы провести встречу. Но таких мест, в принципе, в Москве полно, да и в любом другом городе. Поэтому мы считаем, что, конечно, такой радикализм, наверное, не уживется. Есть с другой стороны компании банковского сектора, которые говорят, все 100% сотрудников приходят в офис. Если ты не в офисе, ты не работаешь. Это, может быть, другая полярная сторона, которая для, может быть, одного типа работы может быть обоснованной, но для разносторонней работы, которая сегодня присуща большинству корпораций, наверное, ни одно, ни другое решение не будет являться наилучшим. Я правильно понимаю, что владельцы традиционных так называемых офисов, они, в принципе, ничто не мешает им перестроиться и сдавать не просто нарезку за квадратный метр в год, как они привыкли, а сделать как-то по-другому. И так же вписаться в новую реальность. Или нет? Конечно. Но это, как знаете, владелец квартиры может продолжать ее сдавать в найм, а может перестроить здание и превратить его в гостиницу. Это требует совершенно другого подхода. И другого взгляда на то, какие услуги ожидаются от того пространства, которое ты предоставляешь. Поэтому здесь мы считаем, что такое взаимопроникновение сектора гостиничного в сектор офисного и вообще в другие сектора – это как раз то отличительное звено, вот та черта, которая отделяет допандемийный, от послепандемийного взгляда на офисное пространство. И мы как раз гордимся тем, что мы как компания инвестируем уже много лет в создание экспертизы в гостиничном секторе. Мы считаем, что он является вообще корневым для успеха наших клиентов во всех секторах коммерческой недвижимости, с которыми мы сегодня работаем, не только напрямую в самом гостиничном или туристическом секторе. Это офис как услуга. Вы просто смотрите на пространство с пониманием того, что вы не метро арендуете. Вы арендуете атмосферу, а атмосфера складывается из массы разных элементов, включая то кофе, которое вам предлагают, с какой легкостью вы туда попадаете, запоминают ли вас, когда вы возвращаетесь, чувствуете ли вы там себя дома. То есть насколько офис становится более домашним. Кстати говоря, многие считали, что отказавшись от столов и фикусов, и фотографий детей, офис станет менее домашним. На самом деле мы считаем, наши ощущения, наш опыт в нашем офисе, что он стал более домашним. Подход, что ты приходишь в одно здание, и только там происходит такая ценная, важная, глубокая работа, это вот точно совершенно тема прошлого. Сегодня гораздо более плоская, демократичная, свободная история, позволяющая быть эффективным и позволяющая делать лучшую работу, на самом деле, для себя и для своей компании. Застройщики. Вот что вы можете сказать про компании, которые строят бизнес-центры? Кто является современным, адаптивным? Кого можете отметить? Или кто уже отстал и уже ушел с рынка и не выдержал этой конкуренции? Или не выдержит в ближайшее время? Знаете, большинство из девелоперов, традиционных девелоперов офисных зданий, за последние несколько лет практически все поменяли или расширили свой фокус на девелопмент за счет жилья. Вы не найдете ни одного из девелоперов офисов традиционных, кто не делает проекты в жилье сейчас или не планирует их делать. Поэтому динамик, который мы видели, наблюдаем по-прежнему на рынке жилья, сегодня, наверное, как раз создает те конкурентные возможности для девелоперов и в офисных объектах переносить какие-то технологии, работу с арендаторами. То есть там более точечная, более такая индивидуализированная работа с продуктом, к которому ты вынужден прийти. Это очень хорошо помогает тебе создавать интересный, востребованный проект в коммерческой недвижимости. Мы считаем, что отсутствие фокуса только на офисы, это будет большим плюсом. В том числе для создания офисных зданий, которые будут гораздо более домашние, нежели чем то, что мы привыкли видеть в Москве. Ну, назовите компании, с которыми вам интересно работать. Посмотрите на Афи, тот же самый, про который я уже говорил. Они строят параллельно и объекты в жилье, там дом на Композиторской, и у них замечательные совершенно офисные здания, которые они развивают. Посмотрите, компанию Миллхаус, построив в Сколково отличный востребованный продукт в жилье. В следующем они вводят, наверное, самый интересный сегодня объект строительства бизнес-парка в Москве. Сколково парк. И те, и другие смотрели, в первую очередь, на экспертизу создания атмосферы, создания и переноса опыта в управлении и поддержания высококачественных жилых пространств, переноса этого на формат офисных зданий. А помните, была такая концепция третьего места, да, ее продвигал флакон там, ну и же с ними. Сейчас ощущение такое, что это третье место, оно становится первым и единственным. Офис немножечко переходит в дом, дом немножечко переходит в офис, а может быть уже немножечко права, не права. Ну, третье место вообще, Старбакс говорил про себя, что вот мы будем третьим местом. Это была их как бы фишка. Но мы считаем, что в офисах вообще там будет 5-6 разных мест. И, конечно, будет корневая как бы штаб-квартира, локация, откуда ты работаешь, где основная коллаборация происходит. Но также будут и другие пространства, в которых ты тоже делаешь работу. Они могут быть как контролируемы этой компанией, так они могут быть использованы по запросу. И хороший пример Альфа-банка, например, который открыли для своих сотрудников каворкинги, гибкие пространства в Сочи на летнее время, дав возможность сотрудникам получить доступ ко всем корпоративным сервисам в локации, которая может быть более комфортна для семьи. Стрит-ритейл, что произошло с ним? Мы все помним, это летнее противостояние рестораторов и Собянина. Насколько ситуация действительно была катастрофическая, или же ее все-таки так подавали? Как мы можем, например, сравнить ситуации в Китае, в Штатах, в Европе? Я видела цифры, что показатели вакансий у нас, они ниже, чем европейские. Так ли это? Как вы видите эту ситуацию? Ну, конечно, сегмент общественного питания был, наверное, самым пострадавшим в пандемию, потому что все ограничения привели к тому, что твои фиксированные расходы даже близко не покрывались теми доходами, которые остались у операторов. И только, наверное, наиболее хорошо организованные, гибкие предприниматели с некой подушкой безопасности смогли через этот кризис пройти без потери. Другим приходилось существенно менять свои форматы. Но вместе с этим Москва очень, если говорить о Москве, в первую очередь, Москва такой рынок, где очень много меняется и форматов, и крупные компании открывают новые точки, закрываются старые, постоянно идет некое изменение. Но в целом, когда у тебя в экономике ситуация плохая, когда у тебя люди не тратят, потому что они не уверены в завтрашнем дне, общепит, рестораны будут чувствовать себя очень-очень напряженно, что, собственно, и происходило. Поэтому сейчас вот с каким-то выравниванием ситуации в экономике, с возвращением оптимизма в целом покупателям, мы ожидаем, что мы в 2021 году нагоним существенно тот тяжелый период, который мы все пережили в 2020 году. Какой сегмент больше всего пострадал? Кто все-таки проиграл от этого? Наверное, очевидным ответом было бы то, что пострадали больше всех торговые центры и вообще ритейл, традиционный ритейл. Но это слишком очевидный ответ, потому что если немножко покопать, то мы видим, что это тот сегмент, в котором всегда была достаточно высокая частота изменений, и компании, которые традиционно были арендаторами в торговых центрах, сами менялись очень быстро, кто-то уходил, у кого-то дела шли, наоборот, очень хорошо, они расширялись, приходили новые марки. И вот этот, наверное, метаболизм, вот эта скорость изменений в ритейле, ее, наверное, недооценивали. Эксперты, когда говорили о том, что да, вот как бы катастрофа в торговых центрах, на самом деле собственники, инвесторы, девелоперы оценивали ситуацию совершенно иначе. Конечно, им было очень тяжело во время внешних ограничений, которые были, в рамках которых нам пришлось с ним работать, потому что, когда твой объект закрыт, означает ли это, что в это время тебе не нужно платить налоги, и когда налог на землю тоже на это время, скажем так, подвешивается? Конечно же, нет. И вот дисбаланс, который произошел в тот момент, конечно, создал высокую боль, высокое, скажем так, беспокойство для сектора, но если смотреть на то, что, например, в странах, где онлайн занимает гораздо большую долю в потребительской корзине, там, в Китае 25%, по-прежнему большая, наибольшая доля потребителей, там, 70-75%, говорят, что торговые центры взаимодействия с продуктом через офлайн для них является предпочтительным. То есть мы не видим катастрофы в этом секторе, наоборот, мы считаем, что пандемия помогает отделить зерна от плевел в сегменте, в котором раньше можно было, достаточно было просто построить объект и особенно не беспокоиться о том, как он работает, сколько в него инвестируется, как он управляется. И происходили чудовищные вещи, которые вот занимали первые полосы газет с катастрофами, потерями человеческих жизней от объектов, которые, называясь торговыми центрами, никогда, конечно же, ими не были. Профессиональные торговые центры в России это по-прежнему достаточно редкая птица. Ну и даже если смотреть на то, что сегодня происходит по торговым центрам, не является катастрофической. В среднем там около 9,5%, снизившись существенно с момента, там, с прошлого года. Но, опять же, мы считаем, что 9,5% это далеко не катастрофа. И мы видим прекрасные примеры того, как собственники торговых центров либо принимают решение о редевелопменте и организации пространства, либо о том, что вообще в этом месте должно быть что-то другое. Мы, в принципе, что видим? Мы видим повышение ставки ЦБ. Понятно, что мы ждем инфляцию. Мы в ней живем. Мы в ней живем. И она, да, еще будет раскручиваться. Мы видим рост стоимости строительных материалов на 20%. B2C, B2B рынки примерно на 20%. Что дальше, да? Будут ли строиться торговые центры, которые пострадали или уже не будут? Зачем эти пустуют? Будут ли строиться бизнес-центры, если нет спекулятивного спроса? Стоит ли компаниям, которые хотят, например, приобрести офис, делать это сейчас? Или наоборот, надо подождать? Какие ваши прогнозы, ваши советы для рынка? Замечательный вопрос. Вообще прогнозировать у нас на делу неблагодарное в России, потому что очень много, очень высока частота изменений внешних факторов, которые могут обнулить твой прогноз. Но с нашей точки зрения сейчас рынки находятся в достаточно сбалансированном состоянии. То есть у нас нет переизбытка предложения, что, собственно, является основным, наверное, риском для коммерческой недвижимости. У нас не столько рынок влияет, на рынок влияет какое-то движение изменения в спросе, потому что, скажем так, наш спрос все равно в каких-то секторах существует. Даже при кризисе, плохой экономике у нас есть растущие сектора. Так вот они будут определять динамику на рынке недвижимости в ситуации, когда рынок не перегрет, или в ситуации, когда нет переизбытка предложения. Переизбытка предложения нам, как вы сами сказали, ждать не придется, потому что стоимость создания объектов сегодня очень сильно изменялась, выросла. Финансирование сегодня тяжело прогнозировать, в каких ставках мы будем находиться в течение периода строительства объекта. И с нашей точки зрения сейчас хорошее время для инвестиций в существующие объекты, потому что рисков создания массового создания нового продукта мы не видим очень много. Но скорее риски того, что наш рынок не будет поспевать создавать новый продукт за тем спросом, который все-таки мы на рынке видим. Так что это и торговые центры, где на самом деле возможности скорее в объектах, которые были недофинансированы и недопозиционированы последние 5-7 лет, которые доились, но в которые не вкладывалось. Таких проектов масса. Наверное, с нашей точки зрения, зона возможностей сегодня в работе с плохими активами, со сложными активами. Конечно же, девелопмент в основных сегментах, наиболее глубоких торговые центры небольшого формата, районного формата, в тех местах, где возникает новая плотность, работа с офисным рынком, потому что на офисном рынке мы видим уже сегодня есть недостаток в качественном продукте. Ну и, конечно же, это все остальные смежные форматы, очередные типы складов, дата-центров, гостиничного сектора, который бумит в России так, как, наверное, он не бумит ни в какой другой географии сегодня. Вот мы очень оптимистично настроены, мы сами находимся в процессе достаточно активного найма кадров. Это большая проблема сегодня. Это кадровый голод, который испытывают все индустрии, включая нашу. Поэтому мы будем очень рады, может быть, как результат нашего с вами разговора, что мы увидим какой-то интерес, может быть, тех, кто не рассматривали рынок недвижимости, консалтинга, как возможную для себя площадку для роста, для карьеры. Вместе с отвязкой сотрудников от столов у нас возникли локеры. У каждого есть свое пространство, свой локер, куда можно свои личные вещи разместить, оставить их и на следующий момент использование офиса или какого-то рабочего пространства здесь. В принципе, идея в том, что ты можешь выбрать в приложении то место, где ты или твоя команда будут работать сегодня или завтра. У нас много проектов, которые мы ведем, делаются за рамками одного департамента или одной команды. Поэтому часто для того, чтобы завтра, например, поработать над задачей для одного из клиентов, где два или три отдела работают вместе, они садятся вместе. Баланс между фиксированными рабочими местами, вообще рабочими местами в офисе и зонами для коллаборации у нас смещен зону для коллаборации в пространство, куда можно сесть с кем-то поговорить. Все конференц-комнаты оборудованы возможностью подключения в гибридном формате. Ты располагаешь все свои девайсы, подключаешь материалы, которыми ты обмениваешься на экран. У тебя есть другой экран для управления. Ты видишь также своих собеседников в переносных компьютерах, лаптопах, айпадах. И вот это как раз то, зачем люди приходят в офис. Здесь ты будешь более эффективным. Итак, какие главные итоги рынка коммерческой недвижимости постпандемийного периода? Первое. Офисы не умрут, но будут вынуждены перестроиться. Второе. Торговые центры страдают, и строить их больше не надо. И третье. Вкладывайтесь в склады и дата-центры.